Утро вторника в администрации Харциска началось с еженедельного аппаратного совещания. Как и прежде, одной из главных тем обсуждения остается готовность городов и поселков Большого Харциска к предстоящему отопительному сезону. О том, на каком этапе подготовка к зиме и в целом о ситуации на подведомственных администрации города территориях – далее в сюжете. Совещание в городадминистрации началось с доклада Елены Заболотней о ходе подготовки коммунальных объектов города к предстоящему отопительному сезону. Подготовлено 17 котельных – это 77%. Выполнен ремонт 66 котров. Котельных заменено 5 насосов. Котельных – это 100%. Заменено 119 километров тепловых сетей – это 72%. По водоснабжению водоотведения заменено 387 метров водопроводных сетей – это 98%. 73 метра сетей водоотведения – это 108%. Подготовлено 4 единицы ВНС водопроводных насосных станций – это 80%. 5 единиц канализационных насосных станций – это 100%. Ремонт насосного оборудования и запорная арматура объекта водопроводно-канализационного хозяйства выполнено на 100%. 228 харцизских многоквартирных домов, что составляет 66% от общего числа, уже получили паспорта готовности. По-прежнему отставания наблюдаются в ремонтах кровель. До 1 сентября коммунальщики планируют наверстать график. Завершен ремонт двух лифтов в 28-м доме, что по улице Патона. Еще по нескольким адресам работы продолжаются. По капитальный ремонт лифта жилого дома номер 5 улицы Героя Сталинграда по 10-4% выполнение составляет 80%. Жилого дома номер 72 по улице Нахимова по подъезду 1% выполнение составляет 98%, а по подъезду 2-3% выполнение составляет 95%. Жилого капитальный ремонт лифта жилого дома номер 70 по улице Нахимова по 10-1% выполнение составляет уже 25%. В ближайших планах подрядной организации приступить к ремонту двух подъемников в одной из многоэтажек по улице Чумака. Далее с докладами о ситуации на подведомственных администрации территориях доложили главы городов и поселков. По ремонтам кровли на данный момент подготовлено из 11 жилых домов выполнено и должно было быть 3000 квадратных метров, выполнено ремонт на 1390 квадратных метров, что составляет 49,2%. И также шиферная кровля ведет оставание на данный момент 40% оставания из-за того, что сейчас все силы брошены на опрессовку и промывку и нехватка людей. Закончим опрессовку и промывку в тех домах, которые мы запланировали и переводим до людей на кровли. На выходных в Зугрессе приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Закончил фрезеровку всех участков и в субботу выполнили асфальтирование по улице Корниенко, это самый большой участок. Общий объем работ, который они выполнили 40%, они обязуются, что до четверга они должны закончить 100% асфальтирование всех наших участков. Пять из семи котельных Иловайска успешно прошли подготовку к предстоящему отопительному сезону. Готова к холодам и социальная сфера города. Главу администрации Иловайска Руслана Дудникова беспокоит вопрос ремонта кровли в многоквартирных домах. Укровно у нас небольшое отставание из-за гуманитарных материалов, но при этом была выполнена комплексная подготовка 70 домов и подписаны паспорта готовности на них. Из 25 кровель, запланированных, мы сделали уже 21. Вот эти четыре, которые остались, мы сейчас нижний слой рубероида получили в Минстрою, а верхний сейчас будем смотреть. Либо будем ждать гуманитарку, либо будем изыскивать материалы с вами сегодня. Далее последовала информация о текущей ситуации в соседних Зуевке и Троицко-Харциске. Мероприятия запланированы и выполнены. Паспорт готовности по Дому культуры подписан, в школьных кабинетах проведены косметические ремонты. На сегодня запланирована приемка школы, перенесли на 10-е, должна была, но перенесли на сегодняшний день. На 20-е число запланирована приемка детского сада. И на данный момент проводятся ремонтные работы по перекрытию кровли в нашей амбулатории. На сегодня запланированы ремонтные работы по устранению порыва на питьевом водоводе по улице Ленина. Коммунальное учреждение клуб к зиме готово, паспорт готовности подписан. На данный момент в клубе ведутся косметические ремонты помещений. Троицко-Харциско-Средняя школа номер 18 к зиме готово. 9-го числа состоялась приемка школы, паспорт готовности подписан. Провели повторно дезинфекцию питьевой воды в колодцах общественного пользования. У нас перед приемкой школы брали пробы воды, санитарная станция, но в колодцах по бактериологическим показателям, плохой показатель воды. Поэтому провели такие работы, чтобы улучшить показатели и провели дезинфекцию. Небольшой рост заболеваемости ОРВИ и пневмонии был зарегистрирован харцизскими медиками за прошедшую неделю, сообщил в ходе аппаратного совещания главврач ЦГБ Дмитрий Адриковский. И напомнил присутствующим о необходимости вакцинации.